Эх, житель, ну сколько нам ещё идти с тобой, я не понимаю. Давай-давай, Капот, иди вперёд, мы почти уже пришли. Ё-моё, мне даже интересно, что ты мне такое хочешь интересного показать, что мы идём так долго и с таким упорством? Вот, Капот, впереди! Что впереди? Что тут такое? Как? Корова стоит, дерево растёт, вроде больше ничего нет. Ну да, тут только дерево, ты мне что, дерево хотел показать? Ну да! Понятно, житель, пока. Ещё раз ты меня на такую фигню позовёшь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Стой, Капот, стой! Да что? Что такое? Правда, я не просто так тебя позвал, пойдём подойдём к дереву, сейчас поймёшь. Господи, житель, ну зачем? Зачем я сюда пришёл? У меня сегодня столько дел, мне ещё на работу надо идти, а мы шли сюда два часа целых. Капот, возьми топор. Так, взял этот топор и что, мне за тебя дерево что ли срубить, житель? А ты не зашёл ли с ума? Не-не-не, Капот, я сам сначала думал, что это обычное дерево, я хотел его срубить, а потом ужаснулся, попробуй его срубить. О, господи, житель, мне кажется, ты меня просто троллишь, серьёзно говорю. Ладно, давай попробуем сру... Срубить? Это что такое? Вот, вот, Капот, это то, что я тебе хотел показать. В смысле, а реально, а что это такое? Я вижу какую-то радужную лестницу... Погоди, я могу что-то дальше сломать? Да, давай-ка, опа, сломал и... Стоп, это какое-то странное дерево, оно внутри полностью пустое и состоит из вот таких вот декораций. Так да, Капот, я тебе это не хотел рассказать, просто никто со мной идти не хотел, вот ты согласился, я тебе показал. Тьфу, офигеть, житель, я впервые такое вижу, если честно, чтобы внутри дерева была какая-то радужная лестница, которая уходит глубоко вниз, я тебе так скажу. Капот, всё, давай, иди спускайся. Ага, сейчас, ты меня для этого, что ли, сюда позвал, а кто знает, что там на дне? Ну да, мне просто немного страшно, поэтому я решил кого-то позвать. Давай так, ты туда спустишься, если там действительно будет что-то страшное, ты мне крикни, житель, житель, я спущусь сразу к тебе, договорились? Ой, житель, ну не знаю, я на самом деле не горю желанием спускаться в первое попавшееся дерево с лестницей. Это звучит довольно-таки стрёмно, ладно, сейчас разберёмся, жители. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на моё новое видео. И начало я, походу, записал, это просто супер. Да, запись идёт, теперь, ребятки, вы всё сами видели, всё сами слышали. Житель нашёл странное дерево, внутри которого находится радужная лестница. Я сколько играю в Майнкрафт, такое вижу впервые, смотрите, там что-то, там что-то есть, там бедрок почему-то. Ну и, короче, ребята, у меня, естественно, к вам предложение. Давайте спуститесь вместе со мной, потому что одному мне немножечко, ну, стрёмно. Ладно, житель, мы пойдём с подписчиками, сейчас спустимся вниз, если что, будь на стрёме. Ладно, Компот, я стою тут. Всё, давай, житель, шикарно. Так, ребята, заходим в это дерево и спускаемся по радужной лестнице. Офигеть, я иду куда-то вниз, и что тут у нас? Тут какая-то дверь. Давайте откроем её, попробуем. Опа, ребята, вроде открыл, открывается, и куда мы? Заходим. Это... Это что такое? Смотрите на это, ребята, это... Я не знаю даже, как это описать. Это какая-то подземная школа, может быть, подземная лаборатория, или что тут? Компьютеры, скелет какой-то странный. Смотрите, карта. Вот я сейчас вот тут вот нахожусь, возле вот этого вот дерева. Карта, доска. Смотрите, лампочка красная почему-то горит, а зелёная не горит. Цвет мигает, какие-то радужные блоки. Я что-то немного ничего не понимаю. Смотрите, тут ещё какие-то полки непонятные. Чё происходит тут вообще, ребята, я не понимаю. Мюнечку, а книга? Мне что-то написано или нет? Может, что-то узнаем? Секретная лаборатория номер 331. Воу. То есть, судя по этой книге, ребятки, таких лабораторий, это, видимо, всё-таки лаборатория. Какая-то... Житель, всё там в порядке, всё нормально, не переживай. Точно как-то? Да-да-да, всё в порядке. Так вот, ребят, я не договорил. Судя по этой книге, таких лабораторий, как эта, ещё ровно 330. Представляете? О, может и больше. Ладно. Разработка секретных радужных предметов. Лаборатория спрятана под деревом. Чё? Рецепт радужных предметов. Ребят, смотрите! Я, кажется, понял, что это такое. Судя по этой книге, это какая-то лаборатория, видимо, теперь заброшенная уже, лаборатория, в которой производили радужные предметы. А я-то думаю, к чему тут радуга? Почему тут радужные предметы лежат на полке? И почему тут вообще радужная лестница висит? Это лаборатория, ребятки, радужных предметов. Так, ладно, и что-то у нас? Рецепты радужных предметов. Один, радужная лестница. О, ребята, сейчас мы узнаем, как создать вот такую вот радужную лестницу, а то я вообще не знаю. Так-то так, и тут возьмите, смешайте, и всё, ребята. Дальше страницы просто-напросто вырваны. Эм, ладно, окей, это максимально странно. Лучше положу эту книгу на месте. Смотрите, а часы встали ровно на 7 утра и 4 минутах. Это просто трэш какой-то. Несмотря на то, что эта лаборатория такая радужная, добрая и весёлая, ребятки, всё-таки какой-то страх небольшого у меня есть нахождение тут. Я хочу уже поскорее отсюда уйти, но нужно осмотреть, что это такое. Например, что тут лежит такого интересного на полках. Давайте это всё соберём и посмотрим. Я так понимаю, это разработки этой лаборатории. Что будет, если я это одену и... Что? Слушайте, я сначала боялся этой лаборатории, а теперь я максимально не боюсь, потому что смотрите, какой забавный костюмчик. Кстати, никаких эффектов у суперсилы он мне не даёт. Он довольно-таки, ребятки, слабый. Вы можете заметить по количеству единиц брони. Но, ребята, он забавный довольно-таки. Я бы в таком походил, если честно. Вот на собеседование можно в таком, в принципе, прийти. Я думаю, вполне нормально. Так, что тут ещё? Опа. Ребята, тут какое-то... Какое-то радужное дерево, радужный саженец. Погодите. Всё-таки лаборатория находится под деревом. Давайте поднимемся и попробуем прямо сейчас его посадить, ребят. Так, Компот, как там? Так, тихо, житель. Всё нормально. Там какая-то лаборатория непонятная. Так, я вот сюда вот саженец посажу. А что это такое? Может, полицию вызвать? Не-не-не, жители, я там ещё не всё осмотрел. Если мы сейчас полицию вызовем, она нас туда не пустит. Они там сами будут со всем разбираться. А мне тоже интересно. Блин, я бы тоже спустился, Компот, но мне пока что-то стрёмно. Ну да, там скелет какой-то лежит. Короче, там, ну такое же, реально секретная подземная лаборатория. Теперь мы с тобой, житель, знаем, куда ведёт эта радужная лестница внутри дерева. Так, а ты, тем временем, житель, следи за этим росточком. Посмотри, во что он вырастет. А я пойду спускаться снова вниз. Так, ребята, что я тут ещё не посмотрел? Какой-то баллон, ребята. Капец, тут реально велись какие-то непонятные разработки. Смотрите, руда. Десять радужной руды. Посмотрите, как она, кстати, красиво выглядит. Да, она вся переливается, вау. Это очень прикольно и очень красиво выглядит. Давайте её сюда расставим, потому что тут есть кирка. Я её уже вижу и попробую сейчас сломать эту всю руду. Вау! И, ребята, смотрите, мне выпадают какие-то спектрейт гемы. Вау, интересно, что они делают. Я так понимаю, из них что-то можно скрафтить. Только вопрос, что я немножечко не разбираюсь, ребята. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но у меня теперь их ровно десять штук. Так, давайте лабораторию ломать всё-таки не будем, да? У меня есть теперь десять радужных гемов. А если честно, я не понимаю реально, за что они отвечают. Ладно, пусть пока полежат у меня, ребятки. Вдруг пригодятся. Так, а это что такое? Вау! Вы, ребят, знаете, что это такое? Вы не заметили? Это радужный голем. И давайте попробуем его заспаунить. Погодите, житель... Господи! Ой, ё-моё! Капец, ты меня напугал! Житель, ты психопат! Ты чё, дурной, что ли? О, ребята, капец, он меня напугал. Ты чё, дурак так прыгать? Я просто по лестнице спускаться не умею. О, офигеть, житель, у меня чуть сердце не остановилось. Это просто трэш какой-то. Так, всё. Теперь сам тут отдыхай, сам тут делай, что хочешь. Я хочу кое-что проверить. А куда ты? Да мне в руки попал какой-то радужный голем. Кажется, у нас в деревне будет пополнение. Воу, ребят, смотрите на это. Дерево выросло. Вот это вот тот самый росточек радужного дерева. И вот так вот оно выглядит. Я бы не сказал, что оно сильно радужное, но вот так оно выглядит. Видимо, с него что-то можно скрафтить. А что за голем-то у нас? Давайте проверим его. Какой ты красавец. Так, голем, ты далеко не уходи. Ты нам понадобишься в деревне. Житель, пожалуйста, посторожи этого голема. Офигеть, какой крутой голем. Бышёл в деревню, заберём. Ё-моё, да конечно заберём. Все жители будут в шоке. Ребята, 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 это просто шикарно. У нас уже в пополнениях есть голем. Не зря житель меня позвал в эту секретную радужную лабораторию. Это очень круто. Так, что тут ещё интересного есть? Тут также есть меч вот такой вот, ребятки, радужный. На 10 урона, нифига себе, тоже его приберегу. И, господи, надеюсь, на меня житель сейчас не упадёт. А то я напугаюсь опять, ребятки. Вот такой... Вау! Смотрите, ребят, это щит. И вот так вот он выглядит. Посмотрите, я могу им закрываться. Такой радужный щит, знаете, который просто не привлекает внимания, да? Блин, ну конечно, красотища. Просто красотунь, красотень, краса... Не знаю, что ещё можно сказать. Короче, и тут ещё также есть вот такой вот радужный шлем. Давайте его оденем, и что он мне даст? О, он мне дал дополнительные сердечки, ребята. Это вообще чудесно. Интересно, а тут нет нагрудника, ещё чего-то такого, знаете, что можно было бы одеть. И, видимо, нет... О, кстати, тут сундук, а я его не проверял, ребят. И... И тут у нас, к сожалению, пусто, ничего нету. Возможно, как раз-таки тут лежала остальная броня. Так, ладно, но я вытащил уже отсюда, ребятки, неплохие вещички. Например, радужный щит, вот такая вот одежда овцы. Вот даже я могу её одеть. Капец сегодня радужный выпуск. Я бы даже сказал, гиперрадужный выпуск. Так, ребята, и книгу я на всякий случай тоже возьму. У нас есть в деревне житель учёный. И, в принципе, с ним можно разобраться, эта лаборатория. Капец, тут даже радужная наковальня. И на ней, видимо, что-то можно сделать. Например, переименовать предмет в цифру 1. Не знаю, зачем я это сделал. Пусть будет, как говорится, пусть будет огнетушитель тут. Всё, ребятки, по правилам. И карту одну я тоже, пожалуй, наверное, с собой возьму. Всё, теперь я ухожу. Давайте закроем эту лабораторию, как было. И погнали подниматься прямо сейчас наверх. Житель, всё, я выхожу. Чё, как будто больше ничего нет? Не-не-не, житель, всё спокойно. Ты чё, за големом ты не сидишь, ё-моё? Так, житель, давай-ка на всякий случай закроем с тобой эту лабораторию. Так, отойди немножечко в сторонку. Я хочу её на всякий случай закрыть. Но кто знает, кто сюда может прийти, что может произойти. Поэтому давай попробуем вот сюда вот. Опа, поставить первую деревяшечку. И опа, поставить вторую деревяшечку. Всё, житель, а теперь пойдём назад в деревню. Стой, стой, капот, капот. Ну, как-то это неправильно. Может, всё-таки позвонить в полицию? Блин, ну, в принципе, да, ты прав. Нужно позвонить в полицию. Так, ладно, давай, набирай. Так, сейчас наберу. Ну и вот, житель, я ему говорю. Зачем ты мне землю наложил в тарелку? Я это жрать не буду. О, капот, смотри, полиция приехала. Где? О, здрасте. Так, здрасте, полицию вызывали? Да-да-да, полицейский, мы вас вызвали вот сюда, вот прям возле этого дерева. Стоп-стоп, подождите, вы меня вызвали на дерево посмотреть? Не-не-не-не, я тоже сначала так думал. В общем-то, мы тут пришли дерево нарубить, ломаем дерево, и видим, что тут какая-то странная лестница, которая ведет вниз, а внизу лаборатория. Стоп-стоп, подождите-ка, а это случайно не лаборатория номер 331? Так, погодите, я не помню уже и... Да, это лаборатория номер 331, почитайте, вот. О, господи, вы ее нашли, мы ее никак найти не могли. Да, а что, это что-то плохое или что? Нет, просто по всему Майнкрафту есть около 567 секретных лабораторий, которые спрятаны по всему Майнкрафту, и вы нашли краски ту, которую мы очень долгое время не могли найти. Мы нашли уже подводную, которая под лавой была. Мы нашли, которая в скале пряталась, а вот под деревом мы еще не находили. Спасибо вам. Да не за что, это вот житель, как ты нашел, меня позвал. Так, ну теперь предоставьте работу следствия. Внимание, внимание, мне требуется подкрепление. Все, тогда не будем мешать следствию, спасибо вам большое, до свидания. Всего доброго, ребят. Все, давайте, жители, пойдем домой, все, пойдем теперь в деревню. Слушай, ребята, сегодня с вами мы прощаемся, я выгляжу сегодня максимально порадужным, мы с жителем отправимся в деревню. Я думаю, сейчас жители будут в шоке с того, что мы надыбли. Все, ребят, с вами я прощаюсь, голема не забудь захватить. Всем удачно, спасибо, всем пока, ребята.